Здравствуйте, в эфире программа Антиэйдж Медицина, с вами я Елена Женина, а гость моей сегодняшней программы Юлия Детель. Здравствуй, Юлечка. Здравствуйте. Юля у нас главный врач и основатель клиники антиэйджинга «Пятый элемент». И сегодня мы будем говорить о детокс-рецептах. Это не только тема детокса, это еще тема Юлиной книги, которую она написала и презентовала буквально совсем недавно пару недель назад, и это очень важная составляющая не только антиэйджинга, но и вообще здорового образа жизни и хорошего самочувствия. Да, я с тобой полностью согласна, Лен. У нас на сегодняшний день тема детокса является, наверное, одной из самых насущных. Каждый журнал, каждая передача, она обязательно упоминает именно передача, посвященная здоровому образу жизни, они напоминают и упоминают такие понятия, как детоксикация, детокс, детокс-рецепты, детокс-кухня, детокс-клиники и так далее. То есть это понятие глубоко вошло в нашу жизнь, и мы к нему уже относиться как просто к медицинскому понятию, которое входило в курс наркологии, конечно уже так не можем. То есть мы говорим о детоксикации в течение процесса жизнедеятельности и говорим о том, что мы избавляемся от того, к чему мы привыкли и что мы накопили в процессе совершения каких-либо наших поступков или нашей жизнедеятельности, или каких-то маленьких ошибок. Не секрет, что построено огромное количество клиник по детоксикации за рубежом, и мы являемся такими адептами посещения этих клиник. Огромное количество людей, особенно россиян, приезжают в эти клиники, и ты знаешь, самое интересное, что это действительно парадокс, но больше половины посетителей этих клиник – это русские люди. То есть наша страна, она испытывает потребность в таких… Наверное, это связано с нашим российским менталитетом, русским менталитетом, да, мы любим хорошо поесть, мы любим даже сесть и выпить что-то, да. Вообще ни одно застолье не обходится без обильного стола, обильного приёма пищи. Детокс нам необходим в силу наших национальных особенностей, наверное, больше, чем другим людям. Ну да, если учитывать то, что, в общем-то, и у нас природа такая, да, у нас смена четырёх сезонов, это ярко отграниченные времена года, и, соответственно, у нас перестраивается всё – гормональная система, система нейроэндорфинов, система накоплений, да, то есть каких-то там, скажем, жировой ткани, движение жидкостей и так далее и тому подобное. Соответственно, конечно, мы и живём циркадно, ой, господи, ритмично по сезонам. И зимой мы больше накапливаем, летом лучше теряем, осенью чаще заболеваем, весной стараемся худеть, да, то есть это в каждой, в принципе, человек на себе в течение года он это ощущает. Если возвращаться к детоксу, который вот я описала, да, и ты видела эту книгу, Лен, это, конечно, такая проработка, то есть это системная проработка, это анализ всего того, что когда-либо создавалось, скажем, на медицинском поприще, создавалось в медицинских клиниках, создавалось в каких-либо системах, то есть я взяла оттуда всё самое рациональное, разумное. Самое работающее. Да, самое работающее, адаптировала это для средней полосы, то есть вот как раз для русского человека, который здесь живёт. Продукты очень простые, все находятся в нашей корзине для использования, в ежедневном использовании, есть сезонные продукты, но они абсолютно понятные. И всю эту систему я преподнесла как единую систему детоксикации, структуру детоксикации в мегаполисе, то есть не надо тебе никуда уезжать, ни в какую клинику, не покидать место работы, не покидать место учёбы, то есть это для человека, который занят, который занят любимым делом, образованием, обучением, хобби, карьерой и живёт в мегаполисе, да, то есть ему необходимо тоже выглядеть хорошо, ему периодически тоже необходимо избавляться от того груза накопленного или накопленных ошибок, метаболических ошибок, которые мы, в общем-то, все в своей процессе жизнедеятельности проходим. Система очень удобная, она на 2 недели активного пользования, то есть 2 недели – это активная детоксикация. И потом те же самые рецепты у тебя становятся обыкновенными рецептами, которые ты можешь использовать в обычном режиме жизни, но это будут рецепты про здоровый образ жизни. Они уже не будут относиться к детоксикационным, но они будут являться рецептами здорового. Да, то есть у тебя получается целая система входа, нахождения, выхода и пролонгации. Плюс сама система, она очень адаптирована для ресторанов и кафе. Мы прекрасно с тобой знаем, у нас огромное количество встреч, мероприятий, задач происходят именно на территории кафе и ресторанов, и мы питаемся там, да, то есть, соответственно, используя эту систему, ты можешь заказывать блюда из общего меню, и я проверяла это, я жила по этой системе 8 месяцев, то есть официанты очень хорошо идут, до 80% ресторанов они легко идут на эту историю, потому что у тебя там 5 правил исключений и 5 правил форм приготовления, поэтому это очень удобно и как конструктор складывается практически везде, то есть ты везде найдёшь, что тебе поесть. Книга сама очень небольшая по объёму, именно читабельному, да, то есть я специально сжимала информацию для того, чтобы людям было очень быстро и комфортно её прочитать, то есть вообще всю книгу можно прочитать за 3 часа, а содержательную часть, которая вот описательная часть, ну её можно прочитать минут за 30-40, это вот максимум, это вот максимум, то время, которое человек потратит на изучение этой структуры, системы, и ему станет всё понятно. Есть примеры, как это готовить, есть примеры, разбитые по категориям, при том, знаешь, очень интересно, я когда писала эту книгу, потом поняла, что у меня практически всё содержит цифру 5, да, там 5 правил детоксикации, каждое правило детоксикации имеет там 5 правил исключения из еды, 5 правил исключения из напитков, 5 способов приготовления, 5 разделов, да, то есть там завтраки, обеды, ужины, перекусы и детокс-напитки. Ну ты же знаешь, что 5 – это число лидер, да, в нумерологии. Да, вот, и ты знаешь, я потом уже, когда всё это поняла, когда всё это сложило, получилась очень интересная концепция пятёрки. И это очень удобно, потому что ты начинаешь вспоминать, а какой пятый способ приготовления. А это у тебя имеет отношение к пятому элементу, скажи. А потом, да, уже оказалось, что ещё и пятый элемент, и всё это вместе, конечно, концептуально сплелось, и я поняла, что, в общем-то, книга получилась очень такая, знаешь, закрывающая огромный блок информации, потому что здесь не только про детоксы, здесь и про циркадные ритмы, и про физические нагрузки, при том я настолько это всё оптимизировала, чтобы у человека не разрывался мозг, да, я опять-таки повторяю, я эту систему складывала у человека с занятого. Ну вот опять же, это очень правильно, потому что у нас все люди почему срываются с детоксов, с диет, с каких-то физических нагрузок, которые входят в систему, именно потому что они не могут это сопоставить со своим графиком, со своим ритмом жизни, именно в мегаполисе и в режиме деловых встреч. Да, и всего очень много же, информации же много, советов очень много, а я взяла все эти советы, просто собрала в кучу, достала самые главные, самые важные, и просто оптимизировала для человека. К примеру, я не рекомендую огромное количество физических нагрузок, да, я рекомендую одну единственную, там, нординг-вокинг. Не можешь нординг-вокинг заниматься, иди от дома до части, часть дороги, до работ пешком, да, но при определенных условиях и определенным шагом, определенными свойствами. То есть я это все уже адаптировала под физиологию организма, под человека, который занят, который живет, который уже очень много сил и внимания вкладывает в свое направление, то есть другая система должна в него войти очень плавно, мягко, без нарушения его занятого графика, его уже основной концепции его жизни, да, то есть она должна вплестись. Вот, поэтому книга такая получилась очень удобно, очень конструктор, и мне многие вот люди, которые уже попробовали, которые получили от минус 4 до минус 8 килограмм. За сколько? Ты знаешь, кто две недели — это минус 4 килограмма, уже кто люди чуть больше — это минус 8 килограмм, но это очень комфортно, и они очень рады. Притом это не исключение про исключения, про запреты, это исключение, мы исключаем то, что грандиозно наносит вред большой категории людей, да, то есть это медицинские факты. То есть, к примеру, я полностью исключаю там сахар, да, но если мы говорим на детоксе, ты находишься, ты на две недели исключаешь сахар. Если тебе понравилась эта история, ты можешь его потом вообще полностью выбросить. Ты исключаешь сахар как вид продукта или как мёд, как варенье? Нет, мёд там есть, мёд там есть. Именно сахар? Именно сахар, рафинированный сахар мы полностью исключаем, рафинированные сахара, конечно же, там есть и фрукты, и ягоды, да, то есть, но если мы говорим про детокс-систему, то у нас первые две недели фрукты и ягоды будут… Нет, они будут находиться, но они будут термически обработанные. Почему? Потому что всё-таки мы разгружаем желудочно-кишечный тракт. Если мы с тобой вспомним гастроэнтерологию, да, то есть, когда заболевание желудочно-кишечного тракта происходит, то гастроэнтерологи рекомендуют термически обработанную мягкую пищу для того, чтобы снизить нагрузку. И, кстати, этот же принцип лежит и в аюрведе, поэтому когда ты анализируешь эти системы питания, ты начинаешь доставать оттуда рациональное медицинское зерно. Да, вот именно принцип, когда мы в течение двух недель не используем сырые овощи, фрукты, ягоды, я взяла именно из гастроэнтерологии и аюрведической системы питания. Вот, конечно, не стоит потом всю жизнь уходить в термически обработанную пищу, да, то есть, когда у тебя всё спокойно с желудочно-кишечным трактом, когда ты чувствуешь себя легко и комфортно, ты спокойно можешь употреблять сырые овощи и фрукты, и это абсолютно нормальный процесс. То есть, это такое временное, да, временная помощь или временная адаптация. Если мы говорим там про соль, да, я исключаю соль на 2 недели детоксикации. Конечно же, если мы исключаем соль, мы выводим большое количество излишней жидкости, иногда эта жидкость токсичная, так называемая, условно-токсическая, да, то есть она содержит метамболит. Соответственно, это очень хорошо облегчает и сериально-сосудистую систему, и мочеводелительную систему, эндокринную систему, опорно-двигательную систему, мышечную систему и так далее. Да, то есть это огромная помощь для большого... Ты её совсем исключаешь, то есть 2 недели пища... Да, у тебя пища не солёная, но мы с тобой учитываем то, что продукты, которые мы употребляем, они уже в себе содержат какие-то части соли, поэтому как бы мы не досаливаем это так. К примеру, у меня здесь есть мисо-суп, да, то есть мисо-суп, а мы с тобой прекрасно понимаем, что мисо-паста, которая используется при выготовлении, она содержит... Но самое интересное, я это блюдо достала из макробиотики и, соответственно, из своего путешествия по Японии. Мисо-суп используется как детоксикант, особенно если он используется с утра. И самое интересное, когда ты ешь мисо-суп с утра, который ты сама приготовила, да, мы говорим про то, что ты чётко знаешь, что там содержится, то достаточно быстро происходит движение жидкостей, и у тебя, если используешь мисо-суп утром, у тебя достаточно длительное время ты испытываешь ощущение сытости, то есть тебе даже иногда не нужен второй завтрак, и процесс детоксикации происходит. Интересный факт, мне в Японии рассказали, что мужчины, которые вечером накануне нарушили полностью свой режим и по питанию, и по алкоголю, с утра они начинают обязательно с мисо-супа, потому что он обладает токсицирующей активностью, он снимает неблагоприятные последствия вечера и достаточно быстро выводит токсины, выводит метаболиты, выводит лишнюю жидкость из организма, несмотря на то, что вроде бы как он солёный. Вот это очень интересный, но факт. Удивительно, надо обязательно будет попробовать. Я обратила внимание на то, что ты говоришь, что может не понадобиться второй завтрак, то есть это правильно ли я понимаю, что это говорит о том, что ты рекомендуешь дробное питание с определённым промежутком времени? Вот здесь вот очень интересный вопрос. Значит, мы с тобой привыкли к рекомендации, что надо есть часто и малыми порциями. Я тебе могу сказать, что не каждая категория людей подходит под эту систему питания. И если мы сейчас с тобой возьмём факт, который научно доказан, что у нас должен быть промежуток, голодный промежуток больше 12 часов для того, чтобы запустить процессы аутофагии, то здесь встаёт вопрос, насколько планомерна вот эта рекомендация, когда мы говорим, что каждые 3-5 часов делать приём. 3-5 часа, по сути, говорят, что нужно что-то съедать для того, чтобы запустить вот эти все механизмы метаболизма и похудеть. Здесь я бы такой вот концепции не придерживалась, я бы не придерживалась. Я всё-таки регламентирую это тремя приёмами пищи, а вот если вы испытываете чувство голода, вот если оно вдруг возникает, тогда там возникают бизнес-закуски, в принципе, которые я рекомендую выкладывать в приёмных, скажем, больших руководителей, особенно когда я, знаешь, очень часто прихожу к своим знакомым или пациентам, и мне начинает секретариат предлагать конфеты, печенье, вафельки, пироженки. Это меня очень радует. Я это называю пищевым мусором. Да, я думаю, вот они спалились все. Это очень рада, поэтому я, ну в кавычках, конечно же, поэтому я предлагаю другого рода бизнес-закуски, точно так же, как вот если ты помнишь, ко мне приходишь, да, то есть у нас всегда в плане перекуса находятся сухофрукты, орешки, ягоды, и иногда мы делаем соломку из овощей. Здесь я предлагаю именно такой вид бизнес-закусок. Они всегда как бы правильные, питательные, они не нагружают тебя лишними калориями, трансжирами и другими веществами, которые тебе не необходимы. И точно так же они не изменяют кривую инсулина в твоей крови, да, то есть вот так вот кардинально резко. Для нас это важный вопрос. Вот, поэтому как бы всё-таки здесь бы я остановилась на трёх основных приёмах пищи, и если при условии остаётся голод или ощущение, что чего-то не хватает, вот тогда включать. Ты знаешь, блюда достаточно полные по составу, там есть и белое мясо птицы, и рыба, что очень удивительно для детокса, да, то есть ты как сколько помнишь. Обычно мы отказываемся. Да, обычно, значит, во многих клиниках отказываются. В некоторых клиниках, к примеру, как в Миране и сам Анрешино, он предполагает всё-таки рыбу, да, то есть у него идёт либо там через день наличие рыбы, но белое мясо они не предлагают. Ты в этой книге найдёшь и белое мясо, и рыбу. Это специально сделано, потому что люди остаются в мегаполисе, и они здесь живут, и они работают, они не находятся в релаксе. Они хотят энергию, конечно. Да, у них чёткий график раннего вставания, позднего отхода ко сну. У них очень много затрачивается интеллектуальной, физической энергии для того, чтобы решать свои основные задачи. Они очень многозадачные, да, то есть это работа, учёба, семья, друзья и так далее. Поэтому всё-таки мы здесь должны оставлять набор аминокислот, которые нам сохраняют мышечную массу, костно-суставной компонент, и, в общем-то, аминокислоты нам нужны для всех других структур тканей, органов, клеток. Поэтому это здесь остаётся. Но мы исключаем красное мясо на полный детокс, мы исключаем красное мясо, и потом я его рекомендую вводить. Если ты помнишь последнюю рекомендацию, у нас красное мясо должно быть не больше 75 грамм в день. Именно тогда у нас сохраняются все процессы в равновесии. Как только мы начинаем преодолевать этот барьер, мы нарушаем. И что ещё? То есть из-за того, что присутствуют птица и рыба, ты достаточно чувствуешь себя сытой, поэтому у тебя могут быть и не быть такие потребности в приёме пищи каждые три часа. То есть я бы хотела, чтобы голова человека тоже освобождалась от того, что ему постоянно надо есть. Это не очень правильный термин. Ты понимаешь, что некоторые люди, они с этой мыслью засыпают и просыпаются. И это как раз нарушение вот этого баланса организма. Это как раз скачки, те самые скачки инсулина, да, это даже не психологическая какая-то зависимость от еды, это именно неправильный биологический процесс. Неправильные биологические процессы, неправильное распределение внимания. То есть ты представляешь, ты живёшь, а ты постоянно думаешь о еде. Но о чём другом ты ещё тогда будешь думать? Ты не будешь думать ни об искусстве, ни о удовольствии, ни о впечатлениях, ни о создании. Я сейчас сказала очень правильное слово – удовольствие. Просто многие люди, опять же, в силу нагрузок, стресса и всего остального находят удовольствие именно в потреблении пищи. Это такой момент, который является замещающим. Да, и тогда у них сразу выпадает состояние детокса, потому что им кажется, что детокс – это что-то поперёк удовольствия. Совершенно верно. А я как раз создала книгу, и я даже, вот у меня есть такой хэштег, да, книга «Детокс рецептов удовольствия» или «Детокс рецептов удовольствия». Но это вот очень интересное понятие, потому что здесь ты действительно можешь получать наслаждение. Во-первых, наслаждение от того, что ты делаешь очень хорошо для себя. Во-вторых, эстетическое удовольствие от самой книги, потому что там действительно всё очень красиво, реально очень красиво. И там нет ни намёка про что-то такое расслабляющее, что-то такое, знаешь, аутентичное, спа где-то далеко, и где-то этот детокс очень далеко. Нет, вот он, детокс здесь, рядом с тобой в «Красной книге». Вот, кстати, ещё один момент, на который я бы хотела обратить внимание. Детокс всегда связан с чем-то таким нейтральным, зелёным, таким ограничивающим. У тебя книга «Детокс-рецептов», она красного цвета. То есть это цвет энергии, цвет самоутверждения, цвет, который привлекает внимание, цвет, который заставляет двигаться. Ты не представляешь, ты сказала всё абсолютно в точку. Почему? Потому что вот эта вот детокс-система тебя заставит двигаться. Это действительно так, потому что освобождается огромное количество энергии. И мне люди говорят об этом все. Да, то есть вот столько появляется вкуса к жизни, вот прям вот вкус к жизни. Когда мы перестаём тратить всю энергию на переварение от того, что мы в себя закинули, да, появляется, соответственно, избыток этой энергии, которую нужно тратить ещё куда-то. На удовольствие. Вот, совершенно верно. Да, поэтому я специально сделала её такой очень модной, она в очень ярких таких цветах, она очень вкусно внутри выглядит, она выглядит очень понятно. Ты открываешь одну страницу, у тебя там полностью схема приготовления этого продукта питания, из этих продуктов питания этого блюда на две недели детокса, и потом ты прибавляешь другие ингредиенты, когда это блюдо превращается из детокс-блюда, превращается в нормальное блюдо. То есть, если оно тебе понравилось по вкусовым качествам, ты уже научилась его готовить, да, то есть ты спокойно переходишь и готовишь его уже в обычной жизни. У тебя там только рецепты еды или ещё какие-то рецепты именно по образу жизни, по приёму витаминов, минералов, микроэлементов, что ты туда ещё включила? Конечно, это целая система, я сюда включила и саму структуру питания, я включила сюда циркадные ритмы, я объяснила, что это такое, ты помнишь, мы Нобелевскую премию в медицине получили именно как раз за циркадные ритмы, я давно это пропагандировала, я считаю, что это один из важных моментов. Я считаю, что вообще следующий мой путь – это понимание того, как распределены выбросы гормонов, нейроэндорфинов, ферментов в течение суток, да, то есть для того, чтобы вот подстраиваться под физиологию, истинную физиологию организма. То есть, другим словом, ты хочешь адаптировать китайскую медицину в европейский? Ну, если, конечно… У них же там тоже как раз это всё разбито на эти моменты только своим языком, помнишь, у них там, да, меридиан в кишечнике, который работает в определенное время, да, меридианы, щедовидки, меридианы, ещё чего-то, они всё это выстраивают как раз именно во временном промежутке. Ну, это очень правильно, потому что если ты это знаешь, ты уже понимаешь, как у тебя функционирует организм. Мы же, например, с тобой знаем, что кортизол мы сдаём в 8 утра, да, а инсулины, там, глюкоза очень активная в 5 часов вечера, да, то есть мы это понимаем, но вот с этим же ещё можно как-то и жить, и правильно руководить, и правильно взаимодействовать. Вот, поэтому циркадный ритм я сюда включила, пока только мы выстраиваем систему бодрствования и отхода ко сну, для того, чтобы все понимали, как это происходит. Как ты рекомендуешь отходить ко сну? Ну, конечно, в 23.00 я прошу людей лечь в постель, в крайнем случае 23.30, до 12.00 мы должны заснуть. Я рекомендую просыпаться не ранее 7, но я хочу, если мы говорим о том, что мы легли там в 23.30 уснули, в 24.00, да, то есть, соответственно, до 7.00 мы спим, я хочу выдержать вот этот промежуток 7.00. Если мы говорим, что мы встаём в 6, ну, давайте ложиться тогда в 23, да, то есть если мы встаём в 5, давайте ложиться тогда в 22.00. То есть вот эту вот историю я бы сохранила бы. Почему 7 часов, Ель? Это полное оптимальное время для того, чтобы у нас ещё восстановилась не только высшая нервная деятельность, нервная ткань, но и восстановилась желудочно-кишечный тракт. Я вот здесь вот очень хотела бы соблюдать вот этот вот 12-часовой перерыв между едой, да, то есть для того, чтобы у нас аутофагия включилась и процесс самоочищения. Это, кстати, ещё один момент, за который дали Нобелевскую премию, да, за доказательство аутофагии. Да. И вот эти все процессы я уже аккуратно подсобрала и включила. Поэтому вот если я говорю, что вот это вот так, лучше это сделать так, потому что это правильно. Если человеку не хватает информации, он не будет это делать так. Тогда его надо обогатить этой информацией. То есть я всегда говорю, знаете, я вам даю больше информации для того, чтобы вы в неё погрузились и начали её управлять. Да, когда ты начинаешь её управлять, ты начинаешь управлять своим здоровьем и своим собственным состоянием. Это очень важно. Также я включила сюда физические нагрузки по поводу Нордина Блокинга. Всё рассказала, почему, как, как липолиз, как детектикация бронхолёгочной системы происходит. Очень всё здорово и интересно. Включила сюда… Тоже вот, ты мне говоришь, там уже не пятёрка, а семёрка основных веществ, которые надо обязательно отслеживать, принимать, соблюдать их концентрацию. Или если, к примеру, вот рептофан, мы не особо сильно смотрим по концентрации, да, но по качеству сна. Потому как мы засыпаем, как мы просыпаемся, как мы относимся к удовольствию, как мы удовлетворяемся и так далее. То есть я уже начинаю понимать, хватает или не хватает нам серотонина, хватает или не хватает нам дофамина. И мы вот эти нейромедиаторы можем проверить. А потом для того, чтобы помочь больше вырабатывать серотонину, мелатонину, мы соблюдаем циркадные ритмы, припотребляем 5-HTP, да, то есть это левосторонний триптофан, наиболее удовлетворимая форма для усвоения, для того, чтобы она вошла в синтез серотонина. А так как серотонин с мелатонином тоже связаны по синтезу, то, соответственно, мы это всё выстраиваем. Я обязательно рекомендую отслеживать уровень витамина D3, да, то есть это must-have на сегодняшний день в современном мире обязательно. От маленьких детишек до самого-самого взрослого-взрослого человека в вашей семье. Витамины группы B, да, то есть, ну, есть такие вот вещи, которые просто вот необходимо делать. Ну, они уже скоро станут золотым стандартом диагностики, золотым стандартом хорошего самочувствия. Потому что, действительно, когда вот те и витамины, и минералы, и те моменты, на которые ты обратила внимание, находятся в правильной корреляции, в правильном соотношении к здоровому организму, мы начинаем чувствовать себя по-другому и жить по-другому. Конечно, конечно. Да, в конце книги я создала маленькую азбуку продуктов. То есть это самые важные продукты, которые участвуют в процессе детоксикации, антиоксидантной защиты, движения жидкостей, да, то есть вот защита клеточных мембран, защита генома клетки. Эти продукты там описаны. Что еще интересного, наверное, ну пять способов приготовления, это я уже говорила, наверное, это вода. Я описала здесь водородную воду. И я искренне и прям очень глубоко хорошо отношусь к этому процессу. И я считаю, что вода, если вы ее используете и можете позволить себе водородную воду, делайте это. Потому что в ежедневном режиме она просто будет выводить вам свободные радикалы, особенно гидроксил, один из самых опасных свободных радикалов. Плюс гидротация ткани у нее в 6 раз выше, чем у обученной воды, за счет как раз выделения дополнительных молекул воды, когда происходит процесс инактивирования гидроксила. Вот это, наверное, такие основные моменты. Точно так же я указала на фазы детоксикации генетически детерминированные. То есть у нас есть генетически детерминированные три фазы детоксикации. Как некоторые продукты питания влияют на активизацию той или иной фазы. И почему нужно употреблять сельдерей и петрушку больших количеств в процессе детоксикации. То есть я как-то свела все данные достаточно легко. Вот я тебе сейчас даже говорю, я понимаю, как это легко было сделано. А мы же понимаем, как огромное количество работы других людей лежит под этими выводами. То есть я просто их взяла и систематизировала очень легко, очень так играючи и получила вот такую вот красивую историю. Но опять же, когда ты владеешь информацией, ты владеешь миром. Собственно говоря, то, что ты сделала, это как раз владение информации и правильная ее подача. Я очень хочу, чтобы люди, которые живут в мегаполисе, которые не думали, что, о господи, опять они с этим детоксом, это ужас какой-то. Я хочу, чтобы они увидели в этом рациональное зерно и поняли, что эта игра может быть очень легкой. Очень легкой, но во благо самому себе. Потому что, когда все-таки мы соблюдаем вот такие вот правильные ритмы, то есть накопление утилизации, накопление очищения, мы даем своему организму большой шанс. И мы ему показываем, как мы о нем заботимся и насколько для нас важно, чтобы состояние самочувствия было все-таки достойно. Ну, уже не секрет то, что многие серьезные заболевания, которые возникают в нашем организме с течением времени, как раз обусловлены именно теми накопленными канцерогенами и теми накопленными стрессами, которые мы получаем в течение всей нашей жизни. Поэтому, наверное, детокс – это не какое-то страшное слово, которое является ограничительным. А это то, что необходимо для нас для того, чтобы перезагрузиться, для того, чтобы пойти дальше, для того, чтобы избавиться от того, что нам мешает быть здоровыми и счастливыми. Да. Да. И я, знаешь, я просто… Ты как раз говоришь, там, канцерогены, вот это все. А я взяла даже немножко и специально вычеркнула эту информацию, оставила только выжимку. Почему готовить пятью такими способами? Вот как раз, чтобы убрать это гетероциклические амины и остальные вещества, которые образуются при горении и обжаривании продуктов животного. Какие способы ты рекомендуешь в своей книге? Давай мы немножечко, чуть-чуть посвятим наших зрителей и слушателей вот как раз в какие-то такие моменты. Естественно, на первом месте это варка и на пару. Это на первом месте. Потом идет запекание, сатирование и тушение. Да, то есть, ну, это основные и самые мягкие способы приготовления. Что касается фруктов и ягод, я иногда их рекомендую просто замачивать в горячей воде, в кипятке. Да, да, буквально на несколько минут для того, чтобы снизить вот эту жесткую агрессию на желудочно-кишечный тракт. И снизить процесс газообразования, брожения в кишечнике. Это намного комфортнее. Если мы говорим, что мы исключаем из продуктов питания, да, то есть мы уже с тобой проговорили. Это сахар, соль, красное мясо, молочные продукты. Но самое интересное, ты знаешь, молочные продукты мы исключили, но яйца я оставила. А молочные продукты ты имеешь в виду? И кисломолочные, и молочные в том числе. Да, и кислые, и молочные. Да, мы, значит, исключаем на первые две недели полностью, а потом уже аккуратно добавляем. Цельное молоко мы исключаем полностью для взрослого организма. И потом уже добавляем с тобой после второй недели, уже на третьей неделе можно добавить овечьий йогурт. То есть кисломолочные, но желательно не коровьи. Все, что касается вот этого молока, здесь, тут есть оно, но это все растительного происхождения. Миндальное, соевое, кокосовое, ореховое молоко. То есть ты фактически убрала лактазу? Да, да, да. И я убрала жесткие агрессии белков, больших белков в цельных продуктах молочного происхождения. И что мы еще исключили? Так, так, так. Сырые, сырые продукты. Мы это с тобой проговаривали. Вот на первые две недели мы их исключаем. Ягоды здесь присутствуют, но я их рекомендую запаривать, просто запаривать. Дальше ты их можешь добавлять. Из напитков что мы исключаем? Мы исключаем все газированные сладко содержащие напитки, кофе, алкоголь, цельное молоко и свежевыжатые соки. То есть вот эти… А как же детокс на свежевыжатых соках, Юля? Вот в том-то все и дело, понимаешь? Я же скомпоновала то, что будет приносить облегчение, сытость, снижать агрессию на… Овощные соки. Только пюре отварное. У тебя должно быть отварное. То есть первые две недели у тебя идет вся термически обработанная пища. Термически обработанная. Ничего сырого у нас не попадает в организм. Нет. Поэтому я даже рекомендую лучше сделать пюре из отварных овощей. Оно очень питательное, оно очень быстро входит, оно очень хорошо насыщает, оно очень хорошо дополняет любые продукты питания. чем его выжить, потому что я оставляю там клетчатку для формирования хороших каловых масс. То есть она все равно там будет, даже если это блендированный продукт, все равно клетчатка там будет. Она будет измельченная, но она будет… Такое гомогенизированное питание, но которое все равно будет заставлять организм работать только в более щитящем режиме. Да. Да. У нас не будет на агрессии на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, у нас не будет агрессии на ферменты, да, то есть это большое количество выбросов ферментов. Я не слышу, есть ли там крупы? Есть там крупы, конечно же. Есть кенуа, есть булгур, есть пшенная каша с тыквой. Вообще мое любимое блюдо. Мое тоже, кстати. То есть, ну, представляешь. А еще самое интересное, я тебе могу сказать, что тут не все рецепты, которые я придумала. Я просто взяла, адаптировала рецепты, достаточно известные, к примеру, баба гануш, и я его адаптировала как детокс-питание. То есть у тебя, получается, и намазка есть… А паста у тебя там есть? А, есть паста. Есть. Поэтому это все очень интересная такая вот история получается. То есть это нормальные продукты питания, нормальные продукты питания чуть-чуть видоизменены по процессу приготовления и по процессу вкусовых каких-то вот ощущений. Но это достаточно вкусно. На второй-третий день ты полностью привыкаешь. Никаких у тебя нет. У тебя, наоборот, открывается даже другое понимание вкуса и чувствительности рецепторов вот вкусовых. Ну, это действительно так, потому что когда мы начинаем есть блюдо без соли, ты права, что где-то уже второй, третий, максимум четвертый день мы начинаем чувствовать вкус пищи. То есть сначала нам невкусные мы не наедаемся, потом организм перестраивается, и мы начинаем ощущать уже все грани вкуса каждого продукта, который мы употребляем. Я тебе еще скажу по секрету. У меня даже есть конфеты, которые можно сделать из сухофруктов. Ну, конечно, конечно. Сухофрукты и орехи, естественно. Даже орехи есть в продуктах питания. Вот здесь они присутствуют. Хотя по некоторым диагнозам с тобой помню, что мы наоборот. Не всем это нужно, да. Поэтому, конечно, вот если уж совсем тонко так настраивать под каждого человека, то еще есть индивидуальная переносимость определенных продуктов. Горки шоколад ты туда включала? Нет. Нет. Но какао, там порошок есть, когда мы делаем конфеты. И еще где-то, ну и корицы есть, к примеру. Куркумы очень много. Куркумы очень много, я ее рекомендую. И ты слышала, наверное, сейчас вообще последнее время. Мне очень понравилось, кстати, в кофемане продают лата-куркума. Это молоко, кокосовое молоко с куркумой подогретое. Это очень благоприятнейшим образом влияет на желудочно-кишечный тракт, снижает процессы оксидативного стресса, снижает процессы воспаления и защищает геном клетки от мутаций. Поэтому это такая достаточно очень интересная вещь. Куркуму я много использую. Я там дала определенное описание куркумы, что это такое, как это и в общем с чем это идет. Поэтому вот какие-то такие тонкие нюансы. А куркуму, ты знаешь, мы взяли из индийской кухни, Шри-Ланка, Индия. Это регионы по такому классическому употреблению куркумы в больших количествах. Вот. И вот эти все советы, они здесь собраны. Поэтому чуть-чуть понемножку. Они адаптированы к средней полосе. Полностью здесь применимы. У тебя не возникнет сложности в покупке продуктов питания. У тебя не возникнет сложности в процессе приготовления. Нет, потому что все очень легкое. Я брала рецепты, которые я сама создавала. Это буквально, знаешь, называется рецепт в три движения. Ничего сложного. То есть абсолютно. Любимый рецепт моего сына – это чия-пудинг. И ты знаешь, я уже несколько лет его употребляю, как основной, наверное, завтрак. Ну, точно он у нас дома два-три раза в неделю присутствует, как основной завтрак. Делается моментально, легко, очень красивая подача. Расскажи, как вы делаете. Я его делаю для себя и для сына. У нас две порции. Значит, для себя я кладу три столовых ложки чия на хороший такой стакан. Я беру, знаешь, такие очень красивые бокалы прозрачные. Они, наверное, все-таки для виски будешь. Но мне очень нравится там делать это блюдо. Три столовых ложки чия, одну чайную ложку льна, семян льна. Это я делаю для себя. Заливаю это все миндальным молоком и могу немножечко потереть туда, добавить чуть-чуть ванили. Прямо совсем-совсем чуть-чуть. Сыну я делаю то же самое. Иногда он любит это с коровьим молоком. Я добавляю ему еще чайную ложку меда и сверху кладу еще ягоды. Это вот его любимое блюдо. То есть ему обязательно... Ты это все готовишь утром или с вечера? Я вечером могу поставить, да. А утром только заправить ягодами. Все, это для сына. Себе я ягоды не кладу. Я ягоды люблю есть отдельно абсолютно. Вот. И это действительно очень вкусно. Во-первых, как бы, когда ты ставишь это в холодильник, оно начинает немножечко густеть и превращается в реальный пудинг. Да, в такое желе. Вкусно невероятно просто и очень питательно. По белкам, жарам, углеводам омега-3, омега-6. Ты полностью все восстанавливаешь. Самый полный состав и самый полезный. Да. Юля, огромное тебе спасибо за то, что пришла сегодня. Большое спасибо за такой прекрасный рецепт детокс-завтрак от Юли Тетель. Я думаю, что многие теперь этим рецептом воспользуются, будут его есть и вспоминать тебя с радостью и удовольствием. Спасибо. И помните, что детокс – это не значит запретить себе есть. Это значит позволить себе удовольствие от еды и здорового образа жизни, как, наверное, философия. Да, Юля? Да. Напоминаю, что в гостях у нас была Тетель Юлия, главный врач клиники «Пятый элемент», автор книги детокс-рецептов, которые мы теперь все с удовольствием будем использовать. Эти книгу эту сейчас подарю. Спасибо. До новых встреч в эфире. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин